Здравствуйте, с вами Android Android. Сегодня я хотел рассказать о очень интересной игре, которая называется Star Warfare 2. Она представляет для себя экшен, в котором мы можем проходить как и сюжетные кипередии, а можно играть в онлайне. Мы можем подключить, кстати, качество графики. Вот, видите, максимальный, минимальный. Я бы поставил максимальное качество графики. Давайте непосредственно перейдем к самой игре. Игра напоминает аналогию какую-то брать, знаете, игру HALA, только мини-HALA, то есть персонаж, он не такой какой-то мужик, а какой-то паренек. И все как бы в данной игре маленько уменьшено, в таком маленьком детском стиле сделано, но это не умиляет ее достатка. Вот наш персонаж, да, как видите, графика очень круто сделана. Мы можем докупать различные пушки, делать аппаргейт различные. Вот, ну, видите, какой красивый. Мы можем, так понимаю, докупать вот-вот, броня у него тут, ботинки и многое другое мы сможем с вами улучшать. Также есть магазин, в котором мы можем все это покупать. Давайте это видим непосредственно к самой игре и посмотрим, что она себя представляет. Графически сделана очень-очень качественная игра, вид от третьего лица. Давайте нажимаем гол и пойдем в первую миссию. Игра на английском языке. Интересно, интересно сделано, в первую очередь мне, конечно, нравится графика. А вот наш персонаж, сверху показывает наша карта, так мы сможем управлять. У нас были какие-то непонятные монстры, которых мы можем отстреливать вот таким вот образом, да, убивать. Если у нас было бы оружие другое, мы смогли вот тапанем и его переключать. Наша созданная миссия исследовать четыре различных места на карте. Вот она у нас, нам показывают, видите, зеленые стрелочки. Вот. Давайте выбежим и попробуем исследовать эти места. Вот эти монстры пытаются нас атаковать. Мы собираем после их убийства различные, ну, монетки или что это такое. И вот нам нужно, как я понимаю, до четырех вот таких вот местностей дойти. Это наша первая миссия. Видите, графически игра интересно сделана. Различные бонусы мы собираем. У нас есть определенное время, на которое мы должны выполнить данный квест. В противном случае у нас он... В противном случае мы вот пойти не сможем. И нам придется начать заново или без квеста. Так, сам запрос в своих словах. Давайте. Так, мы две этих хуры обследовали. Давайте. Так, и последний нас осталось четвертый. Давайте уничтожим этих монстров. Гипотечная игра. Достаточно интересно все сделано. Ну и карты все. А эти монстры они лезут со всех щелей и пытаются нас уничтожить. Так, ну вот нас последний надо до последней, так сказать, в последнее место дойти. Давайте дойдем. И мы с вами выполним данный квест. Отлично. Мы его выполнили. Первая миссия наша завершена. Давайте посмотрим, что будет дальше. После прохорения Кович дает различные функции нам, которые нам помогут в данной игре. Различные диалоги, но все полностью на английском языке. Просто мне интересно, в онлайн тоже, наверное, также интересно играть. Но, наверное, с живыми игроками я сам, честно, не пробовал. Так, ну давайте сразу пойдем в следующую миссию и посмотрим, что там будет дальше. Мне просто интересно, меняется ли обстановка или останется одна и та же, но я не имею в виду. Но тоже в каком-то похожем месте. Так, нам нужно в данной месте идти в течение двух минут. То есть вот идет отсчет времени и мы пытаемся выжить. Прикольная игра. Бывает, что тут разный вид оружия будет. Это просто то оружие, которое у нас по умолчанию. Вот. Забавно сделано. Удобное управление, достойную графику. Не к чему просто придраться. В виде различной раскрепления у нас нападает. Вот такая интересная игра. Думаю, дальше будет гораздо интереснее. С вами был Андроид Андроидович. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Ступайте в группу ВКонтакте. Всем пока. До скорых встреч.